В начале учебного года судебные приставы навестили амичей, которые забывают про своих детей. У некоторых долг по алиментам доходит до полумиллиона рублей. И как показал последний рейд, среди должников есть и такие, кто сразу может выплатить всю сумму. 29-летний Иван Иванович в свои молодые годы уже стал многодетным отцом. У него шестилетняя дочь от первого брака и пятилетние двойняшки от второго. Вот уже два года, как амич, перестал выплачивать алименты. Его долг достиг 230 тысяч рублей. Судебные приставы убедились, что Иван Иванович не имеет доходов и только после этого пришли к нему домой, а точнее к его родителям. По закону все ценное имущество может быть описано и выставлено на торги. Вырученные деньги пойдут на погашение долга по алиментам. Но, как оказалось, у Ивана Ивановича ничего нет. Кофемашину на день рождения подарили папке. С работы. На 50 лет. Вот это видео-съемка. Как долго будет продолжаться? А как будет продолжаться? Как вы хотели? Будем показывать сюжет, как вы не платите годами алименты. Ради Бога. Чем быстрее документы предоставить... По телевизору говорят, буду показывать. В беседе без протокола Иван Иванович рассказал, что теща не давала житья. Только какая из двух не уточнил. Молодой человек позвонил своей маме, чтобы та приехала с работы и сама разбиралась с приставами. Не пишите. Я сейчас позвоню мужу, он приедет, а ему сдалили на 50 лет. Я не буду я никого ждать. Вызывайте его, сейчас убивать буду, козла. Вот вы и уйдете, я его убью, это точно. Послушайте меня, я уже должнику объяснила. Вот сейчас этот должник будет лететь вперед вас. Мама должника накануне дала сыну 2000 рублей, чтобы тот перечислил деньги своим дочерям. Не успела забеременеть, тот бежит регистрироваться, тащит за руки. Ну как же, беременна, родит вне брака, надо регистрироваться. Ну а какая разница, она же все равно отцовство может доказать. В браке он состоит, не в браке. Ну я сомневаюсь, вторая, я сомневаюсь, что двойняшки докажет. Ну вот. Приставы наложили арест на кофеварку, телевизор и смартфон должника. Все имущество оценили в 7500 рублей и предложили хозяевам тут же его выкупить. Закон это разрешает. И опять злостного алименщика выручила мама. Позор, позор. Четыре, пять. Вот что, тебе какую работу найдут хоть дворником? Попробуй не устройся. Сейчас задавлю сама. Ночью я отсижу, так свободно будет. Еще одним должником оказался 46-летний Амич. Он потерял место постоянной работы и уже несколько месяцев не выплачивал деньги на содержание сына. Накопился долг 50 тысяч рублей. Как установили приставы, в собственности у горя отца есть мотоцикл. В гараже байкер реально оценил опасность того, что он может потерять свою Хонду. И закрытие мотосезона может пройти без него. Спасая своего железного коня, Амич раздобыл всю сумму и вместе с судебным приставом поехал в отдел, чтобы погасить долг. Таким образом, ребенок получил подарок на 1 сентября, а байкер уехал, как говорится, на своих двоих. Должники уклонялись от выплаты алиментов. По своему трудоустройству в службу судебных приставов не сообщали. В связи с чем была проведена проверка имущественного положения должников и был наложен арест на имущество должников. В связи с чем должники изыскали денежные средства для погашения должности и долг по алиментам был погашен.